Здравствуйте! С вами интернет-магазин Стеклоподъем.РФ. Сегодня мы устанавливаем электрические стеклоподъемники в задней двери Рено Логан 2-го поколения. Точно так же эти же стеклоподъемники устанавливаются на Рено Сандеро 2. Кстати, марка стеклоподъемника Форвард. Недавно мы установили электростеклоподъемники в передней двери этого же автомобиля. Если вы не видели этот ролик, ссылка на него в описании под этим видео. Это видео будет очень подробным, чтобы причинить вам максимальную пользу. Поэтому оно будет в двух частях. В этой первой части мы установим стеклоподъемники в двери, а во второй части расскажем, как проложить и подключить электропровод. Итак, поехали! Сначала нужно снять обивку двери и демонтировать механический стеклоподъемник. Снимаем ручку механического стеклоподъемника. Поддеваем розетку и вдавливаем ее внутрь ручки. Выдергиваем фиксатор и снимаем ручку. Выкручиваем винт крепления внутренней ручки открывания замка двери ключом Torx 30. Ключом Torx 20 откручиваем винт крепления дверной обшивки в углубление подлокотника. Снимаем внутреннюю ручку замка двери, выводя тягу из зацепления. Поддеваем и убираем облицовку кнопки замка. При помощи пластиковой лопатки срываем обивку двери из клипс и снимаем ее, приподнимая вверх. Дверная карта крепится семью клипсами. При помощи ножа срезаем и выбираем пылезащитную пленку. В верхней части двери ее можно зафиксировать скотчем. Накидываем ручку механического стеклоподъемника и опускаем стекло так, чтобы каретка стеклоподъемника оказалась в монтажном проеме и откручиваем два винта крепления к стеклу. Поднимаем стекло и фиксируем его в верхнем положении. Откручиваем четыре гайки крепления механического стеклоподъемника и вынимаем его из двери через монтажный проем. Берем электростеклоподъемник форвард и начинаем его установку. Стеклоподъемник устанавливается на место направляющей механического стеклоподъемника в штатное отверстие. Вот так он будет стоять в двери. Для удобства монтажа подаем на мотор стеклоподъемника питание и немного опускаем карету. Заводим электростеклоподъемник в дверь через монтажный проем и крепим двумя гайками, оставшимися после демонтажа оригинального стеклоподъемника. Опускаем стекло и совмещаем крепежные отверстия с отверстиями в каретке стеклоподъемника. Крепим двумя винтами. Подаем на стеклоподъемник питание и проверяем его работу. При необходимости регулируем. На этом первая часть нашего видео закончена. Электростеклоподъемники установлены в двери и мы проверили их работу. Прокладку и подключение электропроводки мы продемонстрируем в отдельном видеоролике. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Для подключения мы будем использовать электромонтажный комплект собственного производства. Два переключателя будут установлены в подлоконниках задних дверей, а на консоли будут установлены два дублирующих водительских переключателя для управления задними электростеклоподъемниками. В общем, сделаем все удобно и почти по штату. До встречи во второй части. С вами был интернет-магазин Стеклоподъем.РФ. Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 10 59 каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!